Как почистить кофемолку кофемашиной Уникум Неро Эспрессо, не разбирая саму кофемолку. Для этого нам понадобится специальное очистящее средство, ну и, соответственно, сама кофемашина. Чистка кофемолки помогает устранить излишнюю горечь при приготовлении кофейных напитков. Открываем ее. Вставляем технический ключ. Нужно потом путь. Далее нам надо закрыть бункер для кофе, чтобы у нас кофе не поступало в кофемолку. Закрываем его до конца. Затем снимаем центральную устройство, снимаем направляющую, откручиваем здесь и откручиваем фиксирующий винт. Далее снимаем центральное устройство. Затем заходим в меню техника и выбираем пункт меню 1.9. Далее выбираем функциональный тест 1.9.7. Далее выбираем тест кофе-чая и выбираем тест молотого кофе. Далее нажимаем. У нас промалывается кофе, который остался в кофемолке. Ну и еще раз можем сделать то же самое. Все, кофе в кофемолке у нас закончился. Далее снимаем контейнер для кофе. Для этого фиксатор оттянем на себя и поднимаем вверх бункер с кофе. Засыпаем чистящее средство в кофемолку. Это можно делать для удобства, можно засыпать в стаканчик, если стаканчик удобно будет пересыпать. Ну или через пакетик, если у вас это нормально получается. После того, как мы засыпали специальное средство в кофемолку, нам необходимо его пропустить через жирноватый. Чтобы оно не разлеталось во время приготовления, можно сверху накрыть либо стаканчиком, либо надеть обратно бункер для кофе, пока мы его не открываем, чтобы зерно туда еще не попадало. И опять мы выбираем тест молотого кофе. У нас выпадает белое вещество, это как раз само средство. И делаем так, пока у нас не перестанет выпадать наше белое средство. Все, уже по звуку кофемолки слышно, что средство закончилось. Можно открыть дозатор кофе, точнее бункер для кофе. И теперь мы делаем помол до того момента, пока у нас не перестанет вылетать белое средство. Можно подставить стаканчики, и в этот стаканчик его молоть. Мы видим, что еще у нас есть белое средство в помоле. Поэтому делаем еще один помол. Вот его уже меньше стало. Ну и еще один делаем, контрольный помол. Если там что-то чуть-чуть прямо останется, там какая-нибудь одна крупинка, это ничего страшного, так как средство сделано из пищевых растительных веществ, и поэтому оно не вредит человеку. Ну все, вот он. Далее, после всего этого нам необходимо зафиксировать бункер с кофе сверху. Соответственно, нам надо его установить. Все, он зафиксировался. И устанавливаем обратно наше центральное устройство. Здесь мы уже можем выйти. Для установки надо правильно вставить его. Все, вот мы его вставили, оно попало в свои направляющие. Далее мы устанавливаем обратно в обратном порядке также фиксатор. Если у вас где-то что-то неправильно станет, то у вас фиксатор просто не установится. Устанавливаем обратно на нашу трубочку высокого давления. Возвращаем наш шланг к даче кофе обратно. Все, кофемолка почищена. Соответственно, не забываем проявлять направляющие для жмыха. Далее можно приготовить тестовый напиток, чтобы убедиться, что все у нас работает. Так, у нас показывают ошибку, что они доступны кофейные напитки. Соответственно, нам надо эту ошибку сбросить. Выходим. Сейчас кофемашина проверит центральное устройство, что оно на месте, что оно нормально работает. Теперь делаем тестовый напиток, сделаем двойную спешку. Обратите внимание, как расстроен помог. То, что здесь у нас тонкая стройка, хорошо автоматизируется, получается хорошая дима. И получаем довольно качественное эспрессо с хорошим кремом. етром